Ты омыл и убелил грехи наши. Спасибо Тебе, добрый Бог. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не погнушался нашими грехами, за то, что Ты пришел в наши жизни. Спасибо Тебе, добрый Бог. И позволь нам сегодня здесь, на этом месте, прославить имя Твое, возблагодарить Тебя всем сердцем и всею душою, прославить Твое святое имя. Спасибо Тебе за все. Аллилуйя. Аминь. Всем своим сердцем, всей своей душой, я при вас ношу Тебя, бомбой. Все, чего хочу я, все, о чем молю, мы с Тобой, ведь я Тебя люблю. Люблю Тебя, всем сердцем моим, люблю Тебя, ты мой Господин, вся жизнь моя. У ног Твоих, слова любви на устах моих. Люблю Тебя, всем сердцем моих. Люблю Тебя, ты мой Господин, вся жизнь моя. У ног Твоих, слова любви на устах моих. Для Тебя живу я, для Тебя пою, каждый день Тебя я познаю. Пред Тобой склоняюсь, сердце отдаю, здесь, своей душой Тебя люблю. Люблю Тебя, всем сердцем моим. Люблю Тебя, ты мой Господин, вся жизнь моя. У ног Твоих, слова любви на устах моих. Люблю Тебя, всем сердцем моих. Люблю Тебя, ты мой Господин, вся жизнь моя. У ног Твоих, слова любви на устах моих. ЛюдFast. У ног Тебя, все жизнь моя. У ног Тебя, всю honоса. У ног Тебя, все личной сердцем. Люблю Тебя, ты мой Господин, Consultа, Давайте все вместе споем. Всем своим сердцем, всей своей душой. Я превозношу тебя, Бог мой Всё, чего хочу я, всё, о чём молю Быть с тобой, ведь я тебя люблю Для тебя живу я, для тебя пою Каждый день тебя я познаю Бред тобой склоняюсь, сердце отдаю Всей своей душой тебя люблю Любим тебя, Господь! Люблю тебя, всем сердцем моим Люблю тебя, ты мой, Господи Вся жизнь моя, у ног твоих Слова любви на устах моих Люблю тебя, всем сердцем моим Люблю тебя, ты мой, Господи Вся жизнь моя, у ног твоих Слова любви на устах моих Люблю тебя, всем сердцем моим Люблю тебя, ты мой, Господи Вся жизнь моя, у ног твоих Слова любви на устах моих Слова любви на устах моих Невозможное человеком, возможно Богу Потому что Богу все возможно Наш Бог великий Давайте воспоем его Году в вино превратил Слепые глаза ты открыл Нет таких, Бог Нет, как ты Ты нас из брака поднял Свет твой во тьме воссиял Нет таких, Бог Нет, как ты Нет, как ты Наш Бог великий Наш Бог великий Он всемогущий Бог ты превыше всего Наш Бог великий Наш Бог великий Он всемогущий Бог ты превыше всего Что дышит Наш Бог великий Все в его силе Наш Бог Наш Бог Я буду в вино превратить Слепые глаза ты открыл Слепые глаза ты открыл Нет таких, Бог Нет, как ты Ты нас из брака поднял Свет твой во тьме воссиял Наш Бог великий Он всемогущий Бог ты превыше всего Что дышит Наш Бог великий Все в его силе Наш Бог Наш Бог Наш Бог великий Он всемогущий Бог ты превыше всего Что дышит Наш Бог великий Все в его силе Наш Бог Наш Бог Если Бог великий Если Бог с нами Кто против нас восстанет И если Бог с нами Кто может против быть И если Бог с нами Кто против нас восстанет И если Бог с нами Кто может против быть И если Бог с нами Кто против нас восстанет И если Бог с нами Кто может против быть И если Бог с нами Кто против нас восстанет И если Бог с нами Кто может против быть? Кто может против быть? Так говорит Господь, воззови ко мне и я отвечу тебе Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь Наш Бог великий, Он всемогущий Он в дыбле выше всего, что дышит Наш Бог великий, Он всемогущий Он в дыбле выше всего, что дышит Наш Бог великий, Он всемогущий И если Бог с нами, то против нас восстанет И если Бог с нами, то может против быть И если Бог с нами, то против нас восстанет И если Бог с нами, то может против быть Кто может против быть? И если Бог великий, Он всемогущий Наш Бог великий, Он всемогущий Он на самом деле всемогущий и великий Бог И такой, как мы Великий Целитель, все в твоей силе О, наш Бог, мы славим тебя Наш Бог великий, Он всемогущий Он в дыбле выше всего, что дышит Наш Бог великий, Он всемогущий 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 О, наш Бог, yeah, yeah, yeahlar Так мы, Иисус Ты не так же, человек Ты не изменяешься Бог наш Слава тебе, Иисус Посоль не великий colleges Ты сотворил нам И не по грехам нашим Ты восстантов Но как высоко небо над землею Так велика милость твоя, Иисус К боящимся тебя, Иисус Боже, дай приблизиться к тебе сегодня Освяти нас славою Своею Я хочу, Господи, быть святостью твоей Возьми меня, Отец, возьми, Господь Ты святой Бог, мы дети твои Мы церковь твоя, святая, непорочная Слава тебе! Я вхожу в святое, святый Через кровь святую твою Жизнь в пылье своей заплати За мою свободу тебе я вхожу Я вхожу в святое, святый Через кровь святую твою Ты заплатил за нас, Господь Жизнь в пылье своей заплати За мою свободу тебе я поклоняюсь тебе Поклоняюсь тебе Я поклоняюсь тебе Поклоняюсь тебе Твое имя святой, святой, Господь Твое имя святой, святой, Господь Твое имя святой, Господь Твое имя святой, святой, Господь Твое имя святой, 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 Жизнь в пылье своей, святую, святую, Жизнь в пылье своей заплати За мою свободу Тебе Я поклоняюсь Тебе, Господь! Я поклоняюсь Тебе, Поклоняюсь Тебе, Я поклоняюсь Тебе, Поклоняюсь Тебе, Твое имя Святой, Святой Господь! Твое имя Святой, Святой Господь! Давайте, дорогая церковь, просто потихонечку споем, закроем свои глаза. Ведь мы стоим пред престолом Божиим. Вы не перед нами поете, и мы не перед вами поем, но мы стоим, перед самим Господом, перед Святым Богом. Закройте глаза и скажите, что Ты Святой Бог! Ты Святой Бог! Давайте поклонимся Ему просто в духе! Святой Бог! Святой Господь! Тебе, Святой Господь! Святой Господь! Святой Господь! Твое имя Святой! Святой Господь! Святой Господь! Слава нашему Господу, братья, сёстры. Прекрасное время, утро, когда мы можем вместе собраться, чтобы прославить Господа. Вы знаете, у нас воскресенье, проходит собрание, и мы сюда не просто собираемся, чтобы увидеть друг друга. У нас есть время, когда мы прославляем Господа. Есть время, когда мы слушаем Божье Слово, получаем ответы на наши вопросы. У нас есть время, когда мы молимся за детей, свидетельствуем, говорим о том, что Бог совершил в нашей жизни. Но я верю в то, что Господь собирает нас здесь, чтобы мы почтили Его. Вчера я был в Ачиевском на служении, один брат ко мне подходит, я даже так особо не знаю его, но он подходит ко мне и говорит, Денис, я вот хочу выразить своё почтение к тебе, и руку мне так. Я говорю, ну приятно. Вы знаете, очень часто мы оказываем какое-то почтение людям, но важно также осознавать, что мы верим в нашего Господа, который сотворил небо и землю, море, сушу, всё, что обитает на земле, в морях, в воде. И как важно приходить перед Его лицом и чтить Его. Буквально хочу несколько мест из Священного Писания быстро пробежаться, если там ребята оперативно сработают, то на экране можно будет увидеть первое, Псалом, второй, двенадцатый стих. Господь говорит, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него. Вы видите, Бог говорит, что мы должны чтить, почтить Его. И от того, как мы возносим своё почтение, как мы почитаем Бога, от этого зависит наша жизнь. Ещё один стих, Псалом 49, двадцатый третий стих. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, говорит Господь. И кто наблюдает за путём своим, тому явлю я спасение Божие. Вы видите, Господь говорит, кто чтит меня, тот приносит в жертву хвалы. Это тоже одна из форм почтения Бога, когда мы приходим сюда, и мы можем нашими устами прославить Господа, воздать Ему хвалу, и так мы тоже выражаем наше почтение. Вы знаете, мы можем слышать гимн России, например, да? Ничто иное, как почтение страны. Есть песни, когда мы поём песни, посвящаем какому-то человеку, например, я своей жене люблю петь песни, тоже выражаю своё такое почтение к ней. Каким-то знаменитостям. Природу мы почитаем, к природе поём. Люблю берёзу русскую там и так далее. Но мы ведь ещё и христиане, мы любящие Бога, и мы должны почтить нашего Господа. Аминь, друзья! И вот одно из выражений почтения Бога, выразить это в хвале, когда мы поём. И грустно бывает, когда ты приходишь на собрание, отсюда видно, наверное, да, кто поёт, кто не поёт. И вам, наверное, грустно так тоже бывает. Почему они не хотят чтить Господа? Почему они не поют? Вроде уже всё и есть, тексты есть. Пой, не надо там учить наизусть. Но ещё есть одна вещь, которую мне хотелось бы сегодня говорить. Писание говорит, чти Господа от имения твоего. Оказывается, есть такой ещё момент, когда мы можем чтить Бога от нашего имения. Это тоже важно осознавать. Бог даёт нам, Он заботится о нас. И в нашей церкви есть такое время, небольшое время, когда мы можем почтить нашего Господа от нашего имения. То есть от того, что мы имеем. Мы осознаём очень часто, что всё, что мы имеем, Бог нам даёт. Бог даёт нам здоровье, работу, возможности, благословения. Вчера мне одна сестра рассказывала, она говорит, Денис, ты не представляешь, я только 250 рублей пожертвовала, а собрала такой урожай, там начала рассказывать, кто чего ей дал, кто чем её благословил, там холодильники двухкамерные и ковры там. И она говорит, ты не представляешь, всего лишь 250 рублей, я почтила Господа, и Бог воздал мне больше, чем сто крат. Мы знаем с вами, Слово Божье учит нас. И оно говорит, принесите все десятины приношения в дом, хранилище моего, чтобы в доме моём была пища. Конечно, Богу не нужны наши деньги, но они нужны здесь, в церкви, в Божьей церкви, Божьему телу, для распространения Божьего царства, чтобы в доме моём была пища. И мы ведь все сюда приходим тоже для того, чтобы получить какую-то пищу, духовную пищу для себя, для своей жизни, не правда ли? Мы уделяем этому время, мы понимаем, что Слово Божье меняет нашу жизнь. Вот, друзья мои, у нас есть прекрасная возможность принести пред лицо Господа. И тем самым почтить Его, не просто бросить ту корзинку, в которую служители пронесут мимо вас, дети, не просто бросить, но почтить Господа, сделать это для Бога. Господь, я делаю всего лишь какую-то малую часть из всего того, что ты даёшь мне. Я почитаю тебя, чти Господа от имения твоего. Вы знаете, единственная вещь, в которой Бог говорит, ну, испытай меня. Если ты не веришь, испытай меня. Я через это благословлю тебя. Я всегда смотрю на людей, успевающих в церкви у нас, благословенных, материальных, и смотрю на их жизни, и хочется, конечно, понять, почему вот их Бог благословляет. Знаете, что я нахожу? Они жертвуют Господу. Поэтому их Бог благословляет. Писание учит нас, давайте, и дастся вам, меру добрую, нагнетённую, утрясённую и переполненную, оцыплят в луна ваших. В Малахии Бог говорит, испытайте меня. Не открою ли я отверстия небесные, не изолью ли я на вас благословение до избытка. Я даже запрещу там полевым мышам, жукам, червям пожирать то, что вы насаждаете. Я благословлю дела рук ваших. Говорит, не верите, испытайте меня, хотя бы в этом испытайте меня. Так удивительно, Бог как бы нас ещё и уговаривает. Он же нам всё даёт, ещё нас уговаривает. Ну, испытайте меня. Да благословит нас Господь. У нас сейчас есть время, да мы можем почтить Господа от нашего имения. Вы знаете, сколько Бог дал, вы знаете, что у вас есть, вы знаете, как вы можете почтить Господа. Пусть Бог благословит вас, вашу жизнь, ваше желание и стремление служить Богу. Аминь, друзья. И мы сделаем даже сейчас две такие вещи. Мы будем чтить Господа в хвале и чтить Господа от имения нашего. Да благословит нас Господь. Ну, еще такое скажу, может быть, у тебя сегодня нет такой возможности, так бывает, ты приходишь, как-то неудобно, и некоторые даже, они приходят, когда проповедь начинает, спрашиваешь, а что ты не был на прославлении, а вот дать было нечего. Вы знаете, друзья, ну, даже если у тебя сегодня нет такой возможности почтить Господа, ты менее, ну, вырази свое желание, скажи, Господь, я бы хотел, я бы хотел, но нет такой возможности, но я бы хотел. И если ты мне дашь в следующий раз такую возможность, я обязательно буду чтить тебя. Да благословит нас Господь. Ты зажигаешь небес звезды и даруешь яркий свет. Ты называешь поименно миллионы из планет. Ты правишь севером и югом, и вселенной всей, и я принадлежу тебе, мой Господь. Ты зажигаешь небес звезды и даруешь яркий свет. Ты называешь поименно миллионы из планет. Ты правишь севером и югом, и вселенной всей, и я принадлежу тебе, мой Господь. И я принадлежу тебе, я тебя благодарю за светлую кровь твою. Ты достоин славы всех, ты достоин славы всех. Ты достоин славы всех, Бог, богом и царь царей. От твоей воли всемогущей существуют небеса. Я знаю, этим миром прави. Сильная рука, что близко ты со мной и рядом. Пастырь мой друг, ты царь, и я тебе пою. Аллилуйя, ты царь, и я тебе пою. Я тебя благодарю за святую кровь твою. Ты достоин славы всех, Бог, богом и царь царей. Я тебя благодарю за святую кровь твою. Ты достоин славы всех, Бог, богом и царь царей. Я тебя благодарю за святую кровь твою. Громко славы я тебя, громко славы я тебя. Ты спаситель всех людей, Бог, богом и царь царей. Бог, богом и царь царей. Громко славы я тебя, ты спаситель всех людей. Бог, богом и царь царей. Бог, богом и царь царей. Бог, богом и царь царей. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим тебя, Господь, за эту возможность, что мы можем служить тебе, что мы можем, Господь, прославлять твое святое имя, что мы можем жертвовать. Господь, спасибо тебе за твою заботу о нас и твою милость к нам. Господь, что тебе не безразлична наша жизнь, но ты думаешь о каждом из нас. Спасибо тебе за твой дар прощения. И всякий раз, когда мы падаем, ты поднимаешь нас. И всякий раз, когда ты согрешаешь, когда мы согрешаем, ты, Господь, омываешь нас во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господи, ты святой Бог. Отец, благослови сегодня это собрание. Благослови, Господь, сегодня всех нас. И пусть твой Дух Святой сегодня особо могущественно действует, Господь, посреди народа твоего. Ты сказал, где двое и трое соберутся ради тебя. Ты обещал, Господь, свое присутствие явить Господь. И мы сегодня здесь собрались ради тебя, чтобы почтить тебя, чтобы прославить тебя, чтобы воздать тебе всю славу. Потому что ты один Бог, и нет другого Бога, как ты. Ты великий, и ты славный. Благослови нас сегодня во имя Иисуса Христа. Прими эту хвалу, честь и благодарение. И мы смиренно пред тобой, Господь, склоняем наши сердца во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Слава Господу, братья, сестры, друзья, присаживайтесь, пожалуйста. Дети, можете пройти вперед, мы будем молиться за вас, благословлять вас. Также можно с маленькими детьми выходить вперед. Дети, можете пройти вперед, мы будем молиться за вас, благословлять вас, благословлять вас. Слава Господу, дети, пожалуйста, кто-то хочет стих из Библии, Соня. Евангелие Туана 1.3. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть. Что начало быть? Слава Господу. Евангелие Туана 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном человеке, то становится едином во всем. Слава Богу, еще кто? Титут 3.5. Он спасся не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Послание Коринфянам 1.16. Ибо я не стыжу и благословляю Христову, потому что это я сила Божия ко спасению всякому верующему. Слава Господу. Еще кто-то есть? Все, молимся тогда. Давайте, друзья, благословим их наших детей. Мы благодарны Господу за вас, дети. Мы вас любим. Небесный Отец, спасибо тебе за каждого ребенка. Господь, благослови их, пожалуйста. Во имя Иисуса Христа пусть Твоя защита, Твоя охрана будет над ними, Господь. Боже, сохрани их от этого мира, Господь. Научи их любить Тебя. Научи их ценить Тебя, Господь. И пусть они познают, Боже, Твое Слово, Твой Дух. Научи их слышать голос Твой. Во имя Иисуса Христа мы их благословляем. И мы славим Твое Святое Имя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу, дети, будьте благословены. Проходите, пожалуйста. Слава Богу. Слава Господу, друзья. Сегодня у нас еще одно действие. Один брат у нас уезжает в Молдову. Вы знаете, что у нас есть братья, сестры, церковь. Наша дочерняя церковь в Молдове. Несколько лет назад Вадим с Натальей Кривошеевым. Они уехали туда, несли служение среди цыган, среди молдаван. Хорошая церковь, свое здание. И потом они передали там служение. И приехали сюда. И служение там продолжается. Наш дорогой брат Олег Лазарчук. Так тоже удивительно, он оказался здесь с молдавским паспортом. Попал к нам в Омске на реабилитацию. Прошел реабилитацию. И потом уехал обратно в Молдавию. Это стоило так, да, в жизни. И сейчас он там служитель, пастырское служение. Бог восстановил его семью. Благословил его детьми. И он служит там. И вы знаете, что у нас есть библейская школа. И кто желает служить Господу, быть миссионером, трудиться где-то, то он может пройти эти курсы. И потом поехать служить Господу где-то. Вот у нас Сергей Гришин. Слава Господу. Он отучился в прошлый набор. Уже ездил, побывал там в Молдове несколько месяцев. И сейчас он планирует уже туда, на ПМЖ, наверное, туда, нет? На год минимум. У него завтра самолет, он улетает в Молдову. Слава Господу, мы за него помолимся. Ну, пускай поделится чуть-чуть. Здравствуйте, дорогая церковь. Я, конечно, не знал, что вот так в жизни моей будет, такой переворот Господь сделает. Но я очень благодарен Ему, благодарен Вам, что Вы у меня есть. Однажды, когда я был маленький, я всегда просил Господа, говорил Господи, почему у меня нет ни братьев, ни сестер, так хотелось иметь хотя бы одного. Он мечты наши исполняет. Я не ожидал, что у меня будет такая огромная семья. Так много братьев и сестер. Я очень благодарен, что Вы меня все поддерживали всегда, всегда помогали мне, подсказывали всегда, что я не так делал. Спасибо Вам большое. Спасибо нашему Господу, что Он меня спас, что Он доверил мне такое служение, что Он все сделал для того, чтобы я мог еще раз туда поехать, послужить этому народу благословенному. Я очень благодарен и хочу Вам петь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Чтобы вон и день И тебя я ждал, сказал ты Чтобы вон и день Было так, только так Только так Чтобы вон и день Среди многих меня узнал ты Чтобы вон и день И тебя я ждал, сказал ты Чтобы вон и день Было так, только так Только так Только так Спасибо, братья и сестры Давайте мы помолимся за Него Благословим завтра в дорогу Слава Господу Его там уже ждут с нетерпением Господь наш Иисус Христос Мы благодарны Тебе За открытые сердца За то, что, Господи, Ты Великий Бог даешь возможность Людям, которые потеряли все в этой жизни От которых отказались все Ты даешь им шанс и возможность, Господи Сделать что-то великое Сделать, Господи, что-то достойное Господь, исполнить волю Твою Я молю Тебя, Господь Иисус И мы всей церковью благословляем Господь Сергея Дай ему мудрости, терпения, силы, помазания Пусть Дух Святой наполняет его сердце Пусть, Боже, многие люди узнают от него От Твоей великой любви, Господь Благослови его дорогу завтра Сохрани, защити, Господь Благослови его служение там в Молдове, Господи И пусть Твоя благодать и милость Сопровождает его, Господь Рука святая будет с ним, Господь Благослови, Господи, его Хорошей супругой Мы благословляем, Господь Господи, Ты приведи Иисус Христос Чтобы он радовался и благодарил Тебя, Господь Иисус За то, что все в его жизни складывается благодаря Твоей воле Твоей поддержке, Господь И мы просим, благослови, Господь, чтобы у него была хорошая семья Благослови, Господь Иисус Христос И в этом вопросе помоги Ему Благословляем и молимся во имя Отца и Сына И Святого Духа Аминь Пусть Бог благословит Привет от нас всем там Давай Еще хотел сказать Я часто с Олегом по скайпу разговариваю И он, и братья, все-все передают огромный-огромный привет Каждый день, говорят, Сережа, всей церкви привет Всех любим, всех ждем к себе даже, говорят Пускай приезжают, ждем Так хочется много свидетельств Вот так очень хочется со многими познакомиться Многие-многие всегда говорят Ждем всегда Приходите, приезжайте Особенно приходите Да, да, особенно Слава Господу Знаете, что мне понравилось, Сергей Что, когда он закончил библейскую школу И мы предложили, ну, в Молдову поехать Он говорит, я бы поехал Ну, денег надо на билеты Он сам и заработал И поехал И сейчас опять тоже Сам заработал на самолет Хороший пример Мы же обычно так Я бы хотел быть миссионером Вы мне только дайте Билеты дайте, машину дайте Да, тогда поеду А так Поэтому, Сергей, пусть тебя Бог благословит Хорошо? Благослови Ну и помни, что мы есть Мы рядом Если что По скайпу выходи И Приходи по скайпу И мы будем Участвовать в твоей жизни Слава Господу Друзья, у нас сегодня есть Гость в церкви Я бы хотел пригласить Нашего брата Пастора Леонид Новиков Он является пастором Одним из пасторов Церкви Новый Завет Город Пермь И несет служение там пасторское И также он еще И несет служение тюремное По Пермскому краю С 96-го года Хотя, знаете, сам не сидел ни разу А срок уже намотал Ты пока туда заходил Заходил, выходил Где сколько С 96-го года служение проводил То в тюрьмах, в колониях И уже намотал срок серьезный Мы позавчера буквально разговаривали И там в их крае есть Такая тюрьма Или зона для людей Которым пожизненный срок Заключения Какие-то преступления Вот они даже посещают людей там Что удивительно Что даже в таких местах Бог не оставляет людей Стучиться в их сердце И Леонид рассказывал Говорит, меня заводят в камеру Он пожизненно заключенный Пристегнутый Сидит и слушает Божье Слово Слава Господу За таких тружеников За таких служителей Иногда даже страшно Зайти туда, да Вот Бог зовет Ради одного Даже человека Господь пришел в этот мир И отдал свою жизнь Слава Богу Леонид, пусть Бог благословит Он будет нам сегодня служить Потом у нас будет еще причастие Благословение Слава Богу Я приветствую вас Святые люди Божьи Аминь Аминь Аллилуйя Знаете, замечательно быть В собрании Божьем В воскресный день Для меня большое благословение Я хотел бы поблагодарить Прославление Вы знаете, я стоял здесь Просто я переживал Такое особенное помазание Особенное присутствие Божье Вы знаете, это не потому Что может быть Кто-то хорошо поет Кто-то хорошо играет Это не потому Что может быть Кто-то хорошо настраивает Но прежде всего Я понимаю Это потому Что здесь собрались Те, кто ищут Его лица Аминь Именно для этого Друзья мои Мы приходим в Дом Божий Именно для этого Мы приходим в собрание Чтобы снова и снова Встретиться с Ним Тот, который Не оставляет нас прежними Аминь Аминь. Вы знаете, ни одна встреча с Господом не оставляет тебя прежним. Аминь. Вы знаете, ни одна встреча с Богом не оставляет тебя таким, каким ты был вчера. Поэтому, знаете, мое желание, моя жажда, это встречаться с Ним снова и снова. Я не хочу оставаться таким, каким я был вчера. Вы знаете, иногда мы утешаем себя, что я не такой плохой. Иногда мы думаем, ну, ты знаешь, я же хороший уже, я святой, я уже праведный, я уже не матерюсь, я уже не пью, я уже там не ругаюсь. Но вы знаете, я хочу большего, я хочу больших перемен в своей жизни. Аминь. Я понимаю, что я еще не совершенно, я понимаю, что я еще не такой хороший отец, я понимаю, что я еще не такой идеальный муж, я понимаю, что я еще не такой, знаете, хороший пастор, я понимаю, что я еще далеко не такой, каким меня хочет видеть Бог. И поэтому мне нужен Он. Мне нужна церковь, мне нужно собрание, мне нужно Его Слово. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Я передаю вам большие приветствия из Перми. Знаете, я уезжал, у нас снега было очень много. приезжаю к вам, смотрю, слава Богу, снега нет, уже, знаете, поднадоел мне снежок, да, навалило так много, как будто середина зимы, уже намахался его патой, и, знаете, слава Богу, что... Ну, на самом деле, вы знаете, все от Господа, аминь. Снег, солнце, дождь, хорошая погода, все от Господа, все в свое время, аминь. И вы знаете, как мы не готовимся, да, к зиме, мы обязательно не готовы. Вот я удивляюсь, я смотрю в нашей стране, вот сколько бы мы к зиме не готовились, сколько бы мы в ней не жили, когда она приходит, мы не готовы, аминь. Знаете, как-то интересно, так устроен человек, да. Поэтому как важно нам, друзья мои, быть готовыми к встрече с Господом, как важно нам быть готовыми к встрече с тем, кто однажды придет, чтобы восхитить свою церковь, чтобы восхитить свой народ, чтобы нам оказаться в числе этих избранных, чтобы нам оказаться этой невестой приготовленной. Аминь. Вы знаете, сейчас Денис рассказывал немножко, да, делился. Действительно, вы знаете, я, скажу вам честно, когда я первый раз в тюрьму зашел, я тоже испугался. Я испугался этих решеток, этих лязганий, замков. Знаете, я один раз решил посчитать, сколько дверей мне надо преодолеть, пока я зайду в пожизненно, в колонию пожизненно заключенных. Я посчитал там, по-моему, 46 дверей. Знаете, 46 запоров, замков, ручек, вот этих лязганий. Они, знаете, честно говоря, представьте, если за раз 46 дверей, и тебе постоянно надо заходить туда, там раз в две недели, допустим, сколько же это в год происходит, эти двери открываются. И я, знаете, что понимаю? Я понимаю, что эти двери открывает Господь. Аминь. Вы знаете, для кого-то эти двери, они закрыты навсегда. Для кого-то эти двери, это запоры, это то, что не откроется, может быть, никогда. Но я понимаю, что Бог однажды открыл, и никто не затворит, если Он не затворит. Аминь. Знаете, мы долго молились, чтобы нам туда попасть. Я думаю, наверное, просто Бог видел и понимал, что мы еще не готовы. Но однажды Он открыл, и мы зашли. И, знаете, есть возможность проповедовать, есть возможность нести Евангелие. Знаете, вот для меня, скажу честно, да, действительно, Денис говорит, я никогда не сидел. Я никогда не сидел. Но я всегда, знаете, придерживаюсь одного момента такого в жизни. Я столкнулся с этим моментом в отделе милиции. Я увидел такой большой лозунг на всю стену. То, что ты на свободе, это не твоя заслуга, это наша недоработка. Знаете, это Феликс Эдмундович еще сказал. И вот это местописание, вы знаете, что-то во мне сделало, перевернуло. Я понял, действительно. Знаете, я проанализировал свою жизнь. У меня было столько моментов, за что меня можно было спрятать, упечь, посадить. Знаете, думаю, каждый из вас, наверное, вы что-то можете посмотреть, проанализировать. И можете сказать, действительно, Бог благ, Бог милостив. Аминь. Бог сохранил. И поэтому, вы знаете, для меня не важно, где сегодня проповедовать. В тюрьме, в больнице. Для меня не важно, где сегодня нести Евангелие. Знаете, может быть, в поезде, может быть, в самолете. Где бы я ни был. Вы знаете, как важно, друзья мои, не забывать, что есть сотни, миллионы людей, которые никогда не слышали Евангелие. Которые никогда, вы знаете, не слышали благой вести. Которые сегодня мучаются в грехах. Которые плачут по ночам. Которые, вы знаете, томятся в своей душе, потому что они не видят выхода. И мы, как церковь, мы предназначены для того, чтобы нам донести Евангелие. Мы, как церковь, мы предназначены для того, чтобы нам дать эту надежду. Каждому. Аминь. Вы знаете, когда я захожу на эту колонию пожизненно заключенных, немножко об этом расскажу, встречаясь с начальством, вы знаете, они смотрят на меня и говорят, ну, что вы сюда ездите? Зачем вы служите? Это самые ужасные люди. Это маньяки, это убийцы, это насильники, это те, кто над детьми издевались, с женщинами, что там только нет. Знаете, я в такой момент, знаете, что делал? Я в такой момент форточку открываю. Знаете, форточку, чтобы все улетало. Я не хочу это принимать, я не хочу это слышать. Вы знаете, я не читал ни одного дела тех, кому я проповедовал. И мне все равно, мне не важно, это не мое дело. Мое дело донести Евангелие, мое дело дать надежду. Вы знаете, когда Иисус Христос висел на кресте, по правую и по левую сторону с Ним висели два разбойника. Вы знаете, Иисус, Он не пытался узнать, за что они там висят. Он не пытался привести их к покаянию, Он не пытался, знаете, привести их к исповеданию. Но достаточно было одной фразы этого разбойника, который с одной стороны висел, да он сказал, помяни им меня в царстве твоем. Вы помните, да? И что ему сказал Христос? Ныне же будешь со мной. Потому что Бог дает надежду. Бог силен изменить твое прошлое. Бог силен перечеркнуть все грехи в твоей жизни, чтобы дать тебе новую надежду, новую жизнь. Аминь. Поэтому, друзья мои, наша задача сегодня не смотреть, кому мы проповедуем. Наша задача сегодня проповедовать всем, кого мы увидим. Всем, с кем мы столкнемся. Аминь. Да, это бывает нелегко. Да, мы должны что-то преодолевать. Да, мы должны над собой работать. Друзья мои, но поверьте, с Богом, как сегодня звучало уже, да, возможно все. Потому что наш Бог всемогущий. Наш Бог святой и праведный. И Он нас возлюбил тогда, когда мы были еще грешниками. Аминь. Он не возлюбил тебя, когда ты стал святым и праведным, когда ты упал на колени. Он не возлюбил тебя тогда, когда ты принес десятину в церковь. Он не возлюбил тебя тогда, когда ты начал петь псалмы. Он возлюбил тебя тогда, когда ты был еще грешником. Когда ты грешил. Когда ты совершал преступление. Когда ты, может быть, отвергал Его имя. Он любил тебя. И Он любит тебя до сих пор. Аминь. Потому что Он любящий Отец. Он тот, кто дал нам надежду. Он тот, кто дал нам будущность. Он тот, кто открыл для нас двери неба. Как это важно, как это ценно, друзья мои. Давайте будем ценить тем, что нам Бог подарил, тем, что нам Бог дал. Знаете, этот мир, он предлагает много чего сегодня. Этот мир, он настолько сегодня наполнен, знаете, чем-то необычным, чем-то манящим, чем-то, может быть, влияющим на наши жизни. Но, друзья мои, давайте будем держаться тех ценностей, которые Господь однажды нам открыл. Давайте будем помнить, что впереди вечность. Давайте будем помнить, что действительно, знаете, я сегодня стоял тут, слушал эту песню. Седина ты моя, седина, знаете, я думаю, действительно, мы же думаем, что мы вообще, мы, я вот иногда смотрю, не смотрю даже, а стою так, думаю, а я еще тот пацанчик 20-летний или 17-летний, когда я покаялся, знаете, я вот так себя чувствую. Когда прихожу к парикмахеру своему, он говорит, ой, что-то у тебя седых волос добавилось. Знаете, думаю, да молчал бы ты уже, постригал бы, да и все. Но наша жизнь, она пролетает. Наша жизнь, она идет так быстро. Как важно нам действительно прожить нашу жизнь так, как хочет этого Господь. Аминь. Чтобы нам однажды предстать перед Ним достойно. Друзья, вы знаете, сегодня я хотел бы порассуждать на одну тему. Может быть, она не очень популярна, может быть, она такая тема, о которой они так часто говорят, но вы знаете, это было переживание моей жизни. Однажды я прошел через это, и вы знаете, эти моменты, они происходят в моей жизни время от времени. Я когда стоял сегодня здесь на прославлении, я вдруг вспомнил то время, когда мы поклоняемся Господу, и почему-то непонятно почему из-за моих глаз стекут слезы. Когда я стою и славлю Господа, я понимаю, что насколько сильно меня Господь любит. Вы знаете, что-то происходит. Мои глаза наполняются этими слезами, знаете, и я как мужчина, я как пастор, может быть, я пытаюсь их иногда скрыть, я пытаюсь, может быть, сдержать их. Но вы знаете, я задумался, я задумался о слезах, я задумался, о чем мы плачем. Я задумался, вы знаете, и посмотрел в Писание, я рассуждал на эту тему, я молился. Вы знаете, сегодня непопулярно говорить о слезах. Сегодня наше общество устроено так, чтобы принести какое-то, может быть, удовлетворение, счастье. Чтобы, знаете, сделать так, чтобы человек, он сегодня как можно меньше лил слез, как можно меньше, может быть, переживал, как можно меньше, может быть, страдал. Вы знаете, все так устроено. Вы знаете, даже, к сожалению, иногда в церквях мы слышим какие-то учения, вы знаете, которые как-то осуждают людей, которые плачут. Я не говорю, знаете, о традиции плакать. Я говорю о тех моментах, когда, может быть, почему-то на наши глаза наворачиваются слезы, особенно в его присутствии. Может быть, тогда, когда ты, ведомый Господом, Духом Святым, ты сталкиваешься с чем-то, с какими-то ситуациями, ты видишь жизнь каких-то людей, и ты не понимаешь, почему, но в твоих глазах есть слезы. Знаете, я хотел бы сегодня порассуждать на эти. Я хотел бы задать тебе и себе сегодня вопрос, о чем ты плачешь. Вы знаете, я помню те моменты, когда я приходил домой, я заставал мою маму в слезах, она не видела меня, она плакала. Я думал, неужели кто-то причинил ей боль, неужели кто-то сделал что-то плохое в ее жизни. Вы знаете, первое мое желание было узнать, разобраться, но когда я приближался, я слышал, что она молится, она молится за меня. Вы знаете, я знаю, что те слезы, которые мама лила за меня, они не были напрасны, они не были какой-то женской слабостью. Это были слезы, которые вымолили меня. Глядя в первую книгу царств, в первую главу, я вспоминаю одну женщину Божью, это Анна, когда она пришла в Дом Божий, она молилась, она молилась пред Богом. Ее молитва была настолько сильна, настолько искренняя, знаете, что слезы текли из ее глаз. И даже священник, находящийся в Доме Божьем, который был свидетелем многих молитв, который был свидетелем, может быть, многих излияний душ, он усомнился, что эта женщина в здравом уме, что эта женщина трезва, он сказал, ты пьяна. Но она сказала, нет, я не пьяна. У меня есть скорбь, у меня есть боль. У меня есть то, с чем я предстала пред Господом. Мы знаем с вами из истории, что она не могла иметь детей. Ее соперница обижала ее. Многие над ней смеялись. Только один муж, Елкана, он понимал ее. И вы знаете, когда она пришла в Дом Божий, друзья мои, это не были слезы обиды. Это не были слезы разочарования. Это, может быть, не были даже слезы боли. Друзья мои, вы знаете, я думаю, что Анна, она плакала. Она плакала пред Господом. Она плакала, вы знаете, потому что она хотела получить от Господа. Это были слезы ожидания. Это были слезы беспомощности. Это были слезы мольбы. Вы знаете, когда она плакала, Библия говорит, она дала обед Господу. Вы знаете, слезы пред Господом, они не бывают напрасными. Анна дала обед Богу. Она сказала Господь, если ты дашь мне сына, я посвящу его тебе. Он будет назареем Божьим. И мы знаем с вами, что Господь услышал молитвы Анны. Господь ответил на ее мольбу. Господь увидел ее слезы. И Он благословил ее. Она зачала ровно через год. У нее был сын. Вы знаете, спустя время она привела его в Дом Божий. Она посвятила его Богу. Она исполнила свой обед. И впоследствии Бог благословил ее еще. Бог благословил ее еще больше. Даже больше того, чего она ожидала, чего она просила. Когда однажды она плакала пред Господом. Аминь. Вы знаете, когда я читаю книгу Ниемии, этого человека Божьего, у которого в жизни все сложилось хорошо. Он был при царе. Он занимал высокую должность. Он был обеспеченным. Его будущее было обеспечено. Его семья была обеспечена. Вы знаете, он был важным человеком при царе. Он был в этом виночерпием. И вот однажды пришли вестники. И вот однажды пришли люди из его города. Оттуда, откуда он был родом. И они рассказали, что стены разрушены. Они рассказали, что народ живет в запустении, в опустошении, в разорении. И вы знаете, Библия говорит нам о том, что Ниемия горько плакал. Ниемия горько плакал. Вы знаете, я думаю, что он плакал, и он вспоминал то время, когда его город, он процветал. Он вспоминал, когда его город был защищен этой стеной. Он вспоминал, может быть, крики детей, которые бегали в счастье и в беззаботе. Он вспоминал этих людей, которые просто радовались жизни, трудились, и все было хорошо. Но он понимал, что сейчас его город находится в разорении, и ему было не все равно. Вы знаете, он не плакал просто из жалости. Он не плакал просто, потому что, может быть, он, вы знаете, был расстроен сильно. Он плакал, потому что он хотел что-то изменить. Он плакал, потому что он ожидал от Господа решения в этой ситуации. И мы знаем с вами, друзья мои, что он пошел в этот город. Он нашел мудрость, он нашел средства, он нашел все необходимые возможности, чтобы однажды эти стены были восстановлены. Аминь. Однажды он плакал. Однажды он плакал об Иерусалиме, однажды он плакал об этих разрушенных стенах. И, друзья мои, его слезы, они не остались безрезультатными. Однажды эти стены были восстановлены. Однажды враг был посромлен. О чем ты плачешь сегодня? Знаете, я вспоминаю то время, когда я однажды пришел учиться в библейскую школу. Вы знаете, мое самое горячее желание было это идти за Господом. Вы знаете, я был молод, мне было 17 лет, я мало чего понимал в жизни, хотя считал, что уже все понимаю. Знаете, как многие молодые, они считают, что мы уже все знаем. Но страстное желание было служить Богу. Я пошел, я учился в библейской школе. Я помню один урок, один урок в библейской школе. К нам приехали учителя из воскресной школы. Вы знаете, я им вообще не думал, не помышлял, что я буду когда-то учить детей в воскресной школе. Я даже не планировал этого. И вот эти женщины, они учили нас у детях. Я даже, знаете, честно скажу вам, я даже не помню, о чем они нас учили. Вы знаете, я запомнил один яркий момент, когда эта учеба закончилась. Именно эти уроки. И была молитва. И вы знаете, в это время, во время этой молитвы, я не знаю, что со мной произошло, но просто из моих глаз потекли слезы, потекли ручьи. Я стоял, я стоял на первом ряду, я плакал. Я, знаете, не мог понять себя, я не мог понять, что происходит, но я плакал. Я понимал, что что-то происходит, я понимал, что Дух Святой меня касается, но вы знаете, я не понимал, почему. Вы знаете, я скажу вам честно, я никогда и не служил в воскресной школе. За 20 лет моего служения я никогда не служил в воскресной школе. И вы знаете, в тот момент на этом уроке я не понимал, почему я плачу. И вы знаете, как-то эта ситуация, она осталась где-то позади. И вы знаете, я постарался ее забыть, я просто постарался быстрее вытереть свои слезы, привести себя в порядок. Я хотел служить Господу. Однажды пастор сказал, а может быть будешь ездить иногда в колонии? Я говорю, а почему нет? Я хочу. Вы знаете, когда первый раз зашел в колонию, я просто был ошарашен, я не знал, что я могу дать этим сотням глаз детских, которые смотрят на меня и чего-то ожидают. Вы знаете, я не знал, как с ними разговаривать. Но я понял одно, все, что им нужно, им нужно Слово Божие. Им нужна истина. Я просто проповедовал из Библии. Вы знаете, мое первое посещение, это было такое, что я думал, быстрее бы отсюда уйти. Быстрее бы отсюда убежать. Когда я вышел, знаете, такое чувство, будто я выжат был, как лимон. И так время от времени мы начали ездить, мы молились. Знаете, когда я начинал служение, я был один, впоследствии появился еще один человек, мы стали молиться. Появилась группа, я понимал, что нужны молитвы, появились люди, которые молились. И так постепенно, год за годом, служение наше выросло. Вы знаете, появилась большая команда. Вы знаете, сегодня я даже скажу вам, что я не так много езжу по тюрьмам. У нас есть команда, которые ездят постоянно. Люди, братья, сестры, они посещают. У меня ответственность за пожизненную колонию, потому что всех туда не пускают. И, вы знаете, однажды мы поехали в колонию на север нашей области, и с нами были гости, которые хотели и в колонию попасть, еще они хотели в детский дом попасть. И они взяли с собой много подарков, и мы поехали на машине, мы поехали в колонии, провели служение. По обратному пути мы решили заехать в детский дом, благо он был здесь по дороге. Знаете, мы остановились у детского дома, мы пошли туда, мы зашли в этот детский дом. И, вы знаете, я иду, как и все, вдохновленные, наполненные Словом Божьим, таким, знаете, благословением, после служения люди покаялись, примирились с Господом, преступники, бандиты, разные. И сейчас идем в детский дом, думаю, перенесем радость деткам. Но, знаете, как только я зашел в детский дом, со мной что-то произошло, я выскочил оттуда. Я вышел на улицу, я ходил, молился и размышлял. Вы знаете, я просто не смог удержаться, потому что слезы потекли с моих глаз. Прямо там, в детском доме. Я глядел на эти глаза, я глядел на этих детей, и я плакал. Вы знаете, именно в тот момент я понял, почему я плачу. Я вспомнил те слезы, которые были в библейской школе. Я вспомнил те моменты, когда я плакал, и не мог понять, почему. Вы знаете, я плакал об этих детях. Я плакал об этих сиротах, об этих судьбах, потому что я понимал, они несчастные, они брошенные, они оставленные. Вы знаете, в тот момент что-то произошло во мне. Я принял решение, что я не оставлю этого так. Вы знаете, я не совершил подвиг, я не хочу говорить, может быть, много, но я принял для себя, что однажды хотя бы одному ребенку я помогу. Вы знаете, я долго это носил в себе. Я это знал еще, когда не был женат. Но я долго об этом молился. У нас родились три прекрасные дочери. И знаете, однажды я стал потихонечку говорить своей жене. Она не была готова сразу, это было время, было несколько лет. Но вы знаете, однажды мы пришли к единому мнению, и мы сделали это решение, мы установили мальчика. Вот он уже, второй год он уже в нашей семье. Вы знаете, это не великий подвиг. Нет. Я не говорю сегодня о себе. Я знаю, что есть много людей, прекрасных семейных пар, которые сегодня усыновляют. Они не говорят об этом, они не усыновляют ни одного ребенка, по несколько. Но, друзья мои, я хочу спросить сегодня тебя, о чем ты плачешь? О чем ты плачешь? Может быть, ты плачешь просто, будучи обиженным. Может быть, ты плачешь просто об упущенных возможностях. Может быть, ты плачешь от одиночества. Но, друзья мои, когда я плакал, я понимал, что эти слезы не напрасны. Когда я вижу Анну, я понимаю, что ее слезы не были напрасными. Когда я вижу Неемию, я понимаю, что это не была какая-то мужская слабость. Это были слезы, которые стали этой живительной влагой для тех семян веры, которые Господь посеял в его сердце. Может быть, ты плачешь сегодня по ночам, может быть, ты плачешь в присутствии Божьем. Может быть, ты плачешь, когда ты молишься. И ты не понимаешь, почему это происходит. Я хочу тебе сказать, доверься Богу. Бог однажды покажет тебе. Может быть, ты плачешь за народы и за нации. Может быть, ты плачешь за сирот, за детей. Может быть, ты плачешь за алкоголиков и бомжей, за наркоманов. Поверь мне, однажды Бог что-то сделает, если ты Ему позволишь. Однажды Бог употребит тебя. Я верю, что нет напрасных слез, друзья мои. Если наши слезы перед Господом, они будут этой живительной влагой, которая однажды, друзья мои, поможет этим семенам веры взойти. Аминь. Когда я взираю на нашего Господа Иисуса Христа, друзья мои, вы знаете, это был Сын Божий. Это был всемогущий Царь Царей. Но однажды, стоя у могилы Лазаря, он плакал. Он плакал. Но если мы посмотрим с вами дальше, друзья мои, к чему привели эти слезы? Лазарь воскрес! Лазарь воскрес! Может быть, вы сегодня, как матери, плачете о своих детях. Я хочу сказать вам, пусть не будут это слезы сожаления, пусть не будут это слезы печали, но пусть это будут слезы надежды, пусть это будут слезы веры, пусть это будут слезы бессилия, но в надежде на Господа. Аминь. Вы знаете, я хочу вдохновить вас, мамы. Ваши дети, они будут вымолены вами, если вы не остановитесь. Я хочу вдохновить вас, родители. Ваши дети, они будут вымолены, если вы не остановитесь. Я хочу вдохновить вас, те, кто плачете по ночам, но вы не знаете, почему это происходит. Однажды Бог будет совершать то, что Он запланировал. И Он хочет, чтобы вы были вместе с Ним. Вы знаете, Ниемия, Он согласился оставить все ради того, чтобы исполнить волю Божью. Аминь. Когда Иисус Христос в Гефсиманском саду, Он плакал возле этого камня, вы знаете, Его слезы, они были с капельками крови. Вы знаете, я уверен, что Он плакал, и Он видел каждого из нас. Он плакал, и Он вымаливал наши жизни, наши судьбы. Он вымаливал миллионы людей. Он понимал, как бы Ему этого не хотелось, как бы Он этого хотел избежать, но Он понимал, что это то, к чему Он предназначен. И Он шел на Голгофский крест. Друзья мои, если бы Он не взошел на крест, на Голгофу, мы бы с вами здесь не сидели сегодня. Аминь. Если бы не Его слезы, друзья мои, вы знаете, я не знаю, что бы могло быть, а чего бы могло не быть. Но я не хочу сегодня, может быть, говорить, что нам нужно плакать. Нет. Я не хочу говорить о том, что нам нужно видать. Нет. Конечно же, мы должны быть людьми веры. Мы должны быть людьми дерзновения. Но когда ты плачешь, слушай, не чувствуй стеснения, плачь пред Господом. Плачь и молись, доверяй Ему. Вы знаете, порой я бываю очень сентиментальный человек. Как отец я иногда со своими детьми смотрю какие-то мультфильмы. Вы знаете, я даже помню тот король лев, который когда-то показывали, смотрели, был так популярен. И я в этой развязке, вы знаете, сидел и плакал. Помню, вместе со своими детьми дети на меня смотрят, я плачу. Улыбаюсь и плачу. Но я понимаю, что, знаете, есть слезы эмоций, есть слезы каких-то мгновений, но есть слезы, которые нам иногда дает Господь. Я хотел бы задать вопрос, как вы думаете, плачет ли наш Бог? Вы знаете, глядя на Иисуса Христа, я делаю вывод, да, Он плачет. Он плачет о погибающих. Он плачет о безнадежных. Он плачет о тех, которые, может быть, не имеют крова над своей головой, пищи. Которые не имеют надежды. И Он ожидает, кто пойдет для Него. Аминь. Он ожидает Неемий. Он ожидает Ан. Он ожидает Моисеев. Он ожидает Давидов. Он ожидает Елисеев. Илий. Он ожидает тебя. Чтобы ты пошел для Него. Чтобы мы перестали, друзья мои, плакать только о себе. Знаете, иногда мы плачем о себе. Иногда мы льем слезы. Мы сжалеем себя. Нам надо перестать это делать. Нам надо начать смотреть намного дальше. Нам надо начать смотреть глазами Иисуса Христа. Друзья мои, когда мы говорим о том, что нам нужно преобразиться в образ Христов. Что это значит? Мы должны иметь те же мысли, что имеет наш Господь. Мы должны научиться видеть так, как видит Он. Мы должны делать то, что Он делал, ходя по этой земле. Аминь. Вот чего ожидает от нас Господь. Вот в чем секрет единомыслия, единодуши, одного сердца, одной веры, одного крещения. Стремимся ли мы сегодня мыслить так, как мыслит Он? Видеть так, как видит Он? Чтобы ни одна душа, ни один человек, он не оказался на обочине, он не оказался тем, мимо кого прошли и не заметили. Но чтобы каждый человек имел шанс и надежду на спасение. Аминь. О чем ты плачешь сегодня? Вы знаете, в нашей церкви есть служителя воскресной школы, есть такая служительница Наталья. Однажды она ездила в один детский дом для инвалидов. Она там познакомилась с одним мальчиком, он уже был подросток. Ему оставалось немного времени, его должны были уже выпустить из детского дома для инвалидов. Но вы знаете, судьба складывалась так, что этот мальчик, так как он не имел никого, из дома инвалидов его должны были перевести в дом престарелых. Представляете себе, 18-летний мальчик из дома инвалидов его переводят в дом престарелых. Он не может двигаться самостоятельно, он в какой-то мере обречен. И вы знаете, вот последний год он встречается с нашими служителями, он молится, он ищет Господа. И однажды при одной встрече он начинает плакать. Он плачет и просит, заберите меня к себе, возьмите меня к себе. Вы знаете, Наталья, она как-то его успокаивает, как-то вдохновляет, сама чуть ли не плача, не сдерживая слез. Вы знаете, когда она приходит к пастору, она горько рыдает, она сидит в кабинете пастора, она горько плачет, она говорит, я хочу что-то сделать, но я не знаю что. Она рассказывает эту историю, она сопереживает, она, знаете, где-то внутри терзаема, она хочет что-то сделать, но не знает что. Но я хочу сказать вам, друзья, ее слезы стали этой живительной влагой для того проекта, который сегодня в нашей церкви существует уже несколько лет. Именно в тот момент, когда она плакала, именно в тот момент, когда она освещала эту проблему, друзья мои, родилось это решение построить Дом Надежды. Вы знаете, сегодня этот парень, он в Доме Надежды, он в нашем церковном доме, где находятся вот такие выпускники детских домов, которым некуда пойти, которые брошены судьбой, своими родителями, оставлены. И они сегодня в этом Доме Надежды. Друзья мои, если бы не было этого человека, который однажды так близко познакомился, который однажды так близко все это принял, который однажды просто плакал пред Господом о судьбе этого мальчика, вы знаете, может быть, ничего бы и не произошло. И может быть, никто бы и не узнал, что этот парень, который поверил в Бога, после этого детского дома он оказался в Доме престарелых. И может быть, спустя короткое время он наверняка бы просто умер, потому что, вы знаете, вот это одиночество, та оставленность, это окружение, в котором бы он оказался, оно просто убило бы его. И никто бы об этом не узнал. И не было бы никаких новостей и репортажей. Но сегодня он имеет надежду. Сегодня он счастлив, он учится в библейской школе. Как и многие другие. Которые имеют эту надежду, благодаря тому, что однажды кто-то плакал о них. Аминь. О чем ты плачешь сегодня? О чем ты плачешь сегодня? Может быть, ты думаешь, знаешь, плакать это не мой удел. Тогда молись. Тогда иди и делай. Иди и раздавай. Иди и проповедуй. Испомни то, к чему призывает тебя Господь. Вы знаете, как много слез сегодня пролито на этой земле. Как много слез, которые сегодня, они взывают к Богу. Они являются этим свидетельством несправедливости. Они являются этим свидетельством беззаконий, которые творятся на этой земле. И именно поэтому, друзья мои, Бог основал свою церковь. Именно для этого Бог создал свою церковь, чтобы нам не просто было всем хорошо вместе, но чтобы мы были теми посланниками, которые сегодня пойдут и изменят этот мир. Принеся Его Слово в каждый дом, в каждую квартиру, в каждое сердце. Аминь. Знаете, если бы однажды в мою жизнь не принесли Евангелие, наверняка бы, я уверен на сто процентов, моя жизнь бы уже давным-давно закончилась. Я не родился в верующей семье, я родился в атеистичной семье, в атеистической. Но однажды Господь, Он постучал со мной сердце. Я благодарен Ему. Но я спасен для того, чтобы еще повлиять на кого-то. Аминь. Я спасен не для того, чтобы просто быть уверенным, что я иду на небо. Я спасен для того, чтобы взять с собой еще кого-то. Чтобы прихватить с собой еще кого-то. Ты спасен для этой цели. Аминь. Ты спасен для того, чтобы тебе исполнить волю Божью на этой земле. Я верю в это. И я хотел бы вдохновить каждого из вас. Друзья мои, давайте мы отрясем этот прах сомнений. Давайте мы отрясем этот прах, вы знаете, саможалости. Может быть, потерянных возможностей, упущенных. Давайте перестанем уже плакать об этом. Давайте смотреть немного дальше, вперед. Давайте просто представим себе, что вечность, она уже очень близко. Достаточно близко. Даже порой намного ближе, чем мы можем себе представить. И как еще много людей, они об этом не знают, они к этому не готовы. Они просто находятся в обольщении, в обмане сатаны. Аминь. Поэтому я хотел бы вдохновить вас в церковь Божия. А давайте мы не будем безразличными. Давайте мы не будем теми людьми, которые просто будут удовлетворять свои желания, свои возможности, свои потребности. Вы знаете, я не знаю никого из вас. Я уверен, что здесь есть люди, которые делают намного больше, чем я. Вы знаете, сегодняшнее мое слово, прежде всего, вы знаете, когда я проповедую, я выхожу к кафедре, я прежде всего проповедую себе. Я знаю, что я делаю недостаточно, я знаю, что можно делать еще больше. И я хочу это делать. Я хочу это делать. Я хотел бы, чтобы сегодняшнее время, это время, друзья мои, когда мы будем иметь это обновление, когда мы будем иметь это прикосновение к святыне Господней, когда мы будем снова и снова вспоминать о том, что Господь претерпел, друзья мои, давайте мы вспомним о Его слезах. Давайте мы вспомним о том, что он плакал. Это не были слезы саможалости. Это были слезы о тебе и обо мне. Аминь. Благодаря этим слезам сегодня ты и я, мы спасены. Вы знаете, помню, когда приехал в Израиль, мы ходили по всем этим святыням. Вы знаете, я смотрел на одного человека, там со стороны это был гид, у него была небольшая группа, несколько человек. И вот он, знаете, он, смотрю, он подбежал там к одному камню, там такой был камень, необычный фон, он подбежал, поскочил, сделал такие глаза большие, он говорит, камень, камень, обращаясь к своей группе, знаете, камень, здесь никого нет, камень свободный, скорее сюда. Вы знаете, его люди, они бегут, такие вокруг камня, он говорит, камень свободный, это чудо. Вы знаете, я смотрел на него и думал, точно это какой-то артист. Из театра, наверное, уволили его, он сюда приехал. Знаете, он кричал об этом камне. Он акцентрировал свое внимание на этом камне. Возможно, которому когда-то, но я сомневаюсь в этом, прислонился Иисус. Но знаете, мне было где-то в душе своей больно, что этот человек, он вообще не понимает, что он делает. Он обращал внимание людей на камень, он обращал внимание людей на какие-то святыни, в кавычках, но он забыл о самом главном. Об одной единственной личности, которая дает нам все, это Иисус Христос. Аминь. Друзья мои, как бы я хотел, чтобы Иисус Христос, Он всегда был в центре нашей жизни. Знаете, как бы я хотел, чтобы вот эта молитва наша с вами, она была всегда такой, Иисус, будь всегда в центре нашей жизни. Вы знаете, порой глядя на свою жизнь, я замечаю, что порой иногда мы смещаем Его в центре нашей жизни. Мы забываем о том, что Он сделал для нас. Но пусть сегодня вот это время в Доме Божьем, оно поможет нам снова и снова приблизиться к Нему. Можно выйти, если поиграть клавиши? Пусть это время, оно поможет нам снова и снова, друзья мои, приблизиться к Нему. Вспомнить о том, откуда мы не спали, вспомнить о том, кто мы были. И вспомнить о том, кто мы есть сегодня во Христе Иисусе, благодаря Его святой жертве. Аминь. Вы знаете, я хотел бы призвать вас сейчас к молитве. Я знаю, что здесь есть в зале люди, которые плачут. Не сейчас. Вы плачете в своих молитвах. Может быть, вы плачете по ночам. Вы плачете за своих родных и близких, за своих детей. Вы плачете о призвании Божьем. Вы плачете о своем бессилии. Вы знаете, я помню свои слезы, когда я плакал от бессилия. Был грех в моей жизни. Я не мог от него освободиться. Я плакал пред Господа. Вы знаете, именно в то время Господь, Он что-то сделал. Он избавил меня от этого греха. Я хотел бы сегодня помолиться вместе с вами. Хотел бы помолиться с каждым. Друзья, не бойтесь ваших слез. Изливайте свое сердце пред Богом. Даже тогда, когда вас посчитают за пьяного, за ненормального. Но пусть ваши слезы будут этой живительной влагой для этих маленьких семян веры, которые Господь сеет в ваши сердца. Аминь. Давайте мы просто поднимем руки к небу. Мы закроем наши глаза и помолимся. Отец Небесный, Господь. В этот воскресный день, Господь, мы стоим пред Тобой. Боже, объятый Твоим присутствием, Духом Святым, мы здесь, Господь. Потому что мы снова и снова хотим признаваться Тебе, Господь, в нашем бессилии. Мы снова и снова хотим признаваться в Тебе, Господи, в нашей зависимости от Тебя, Боже. Господи, Ты нужен нам. Ты нужен мне, Господь, больше, чем вчера. Боже, я нуждаюсь в Тебе, Господь, еще так много сфер в моей жизни, которые нужно изменить, Господь. Но без Тебя это невозможно. Поэтому я прошу Тебя, помоги мне, Господь. Боже, я молю Тебя сейчас, Господь, за каждого человека, Господи, чьи слезы, Господь, пред Тобой. Я молюсь, Боже, за тех, кто плачет, Господь, в своих молитвах. За тех, кто плачет пред Тобой, Господь. Боже, Ты видишь их слезы, Господи, обрати их в радость. Обрати их однажды, Господь, в победы. Обрати их однажды в достижение пред Тобой, Господь. В исполнение Твоей воли. Как Ты когда-то сказал в Слове Своем, что тот, кто с плачем несет семена, будет пожинать с радостью. Боже, мы верим в это, Господь. Боже, сегодня наши слезы, Господь, это не слезы саможалости, это не слезы упущенных возможностей, но это слезы, Господь, желание служить Тебе, Господь. Желание что-то сделать, даже тогда, когда мы ничего не можем сделать. Желание повлиять на чью-то судьбу, на чью-то жизнь, Господь. Во имя Иисуса Христа. Боже, мы как церковь сегодня здесь пред Тобой, потому что нам не все равно, Господь. Мы здесь, потому что нам не все равно о жизнях тех людей, которые погибают сегодня, которые страдают и мучаются в грехах своих, Боже. Но помоги нам, Господи, исполнить волю Твою. Помоги нам, Господи, исполнить то, к чему Ты призываешь нас. И я молюсь об этом, Господь. Я молюсь сегодня о каждой судьбе, о каждой жизни. Я молюсь, Господи, о каждом брате и сестре. Во имя Иисуса Христа. Помоги войти в Твое призвание. Помоги исполнить, Господь, то, к чему Ты призываешь. Во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь, Господь, о миссионерах. Я молюсь о пасторах, о служителях. Я молюсь, Господь, о благовестниках. Я молюсь, Господь, об усыновителях. Я молюсь, Господи, о тех, кто будет сострадать, кто будет поддерживать, Господь. О тех, кто будет милосердствовать на этой земле. Во имя Иисуса, потому что Ты призвал нас, церковь свою, сегодня, Господь, нести Твою любовь в этот мир. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови, благослови, Господь, свою церковь, свой народ. Каждого человека в этом зале благослови. Не дай нам остаться прежними, Господи, но помоги быть ближе к Тебе. Боже, дай нам те же чувствования, что Ты имел, Господь. Помоги нам видеть так, как видишь Ты, чувствовать то, что Ты чувствуешь, Господи. Помоги нам, Господи, делать то, что Ты совершаешь во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за силу и власть, которую Ты наделил нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за водительство Духа Святого, которое мы сегодня имеем. Боже, не дай нам этим пренебречь, но помоги использовать, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы Твое Святое Имя прославилось в наших жизнях, в наших словах, в наших делах, во всем, Господи, чтобы прославлялось Твое Святое и Праведное Имя, наш Великий Небесный Отец, Сын и Дух Святой. И все доскажут. Аминь. Присядьте еще на несколько минут. Слава Господу! Спасибо за слово. Я думаю, что актуальное было сегодня для нас. И перед тем, как мы будем участвовать в Хлебопреломлении, совершать Божью заповедь, я хочу прочитать из Слова Божьего. Это Марка, 14 глава. Марка, 14 глава, 17 стиха. 14 глава, 17 стих. Когда настал вечер, Иисус приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со Мною, предаст Меня». Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим, «Не я ли, и другой не я ли». Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающийся Мною в блюда. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил и дал им и сказал, «Примите, едите, это есть тело Мое». И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, «Это есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая». Перед тем, как совершить вот это таинство, ну тогда ученики не понимали всю глубину того, что делал Иисус, но перед тем, как вот дать вино и дать хлеб ученикам, смотрите, что происходит. Иисус говорит, что один среди вас есть, кто предаст Меня. Как бы печальная такая новость, да, или фраза Иисуса. Но вы знаете, что какое наше сердце, вот перед тем, как мы принимаем причастие, это очень важный вопрос. И я хочу прочитать еще одно место, и чтобы сегодня мы в своем сердце поняли или же определились, как мы относимся вообще к таинству и к заповеди Господней. Это Галатам 5 глава, с 19 стиха. Когда ты слышишь обличение или Слово Божие, когда Господь говорит, что есть среди вас предатель, есть среди вас отступник, и предательство это не то, что сказать Господь, я отрекаюсь от тебя, или я хочу тебя предать, или пойти на самом деле продать Господа. Нет. Предательство это когда ты обещал Богу чистую добрую совесть, а не исполняешь. Когда ты обещал Богу хранить свое сердце от греха, а ты идешь и грешишь. Когда ты обещал Богу прославлять Его и служить Ему, а ты Ему не служишь. Это все есть предательство. И когда ты слышишь от Господа Слово обличения, что есть, какая фраза есть в твоем сердце? Не я ли Господи? Или другая фраза. Знаете, какая фраза часто у людей верующих? Это не я. Когда ты слышишь, среди вас есть лицемер, ты говоришь, это не я. В своем сердце. Ты не устами, но в своем сердце ты говоришь. И там восклицательный жирный знак. Или ты в своем сердце говоришь, не я ли Господи? А вот это слово случайно не обо мне, Господь. Дай мне вникнуть в свое сердце. А может быть на самом деле есть в моем сердце, в глубине вот какое-то предательство, или может быть лицемерие, или какая-то гордыня, или еще что-то. Так вот, состояние настоящего христианина, человек, который хочет очищаться и ни в коем случае не причинить Богу боль, человек этот всегда задает, говорит в своем сердце, не я ли Господи? Вот то, что сейчас здесь читают или говорят, не я ли Господи? Или ты все-таки говоришь, это не я? И ты всячески пытаешься отойти от этого слова, которое Господь пытается внедрить в твое сердце, просто пропитать твое сердце этим словом, а ты говоришь, это не я, и ты отстраняешься от этого слова. Ты никогда не будешь меняться. Ты всегда будешь оставаться в состоянии предателя, в состоянии вот этого человека, который предает Христа. И вот 19 стих написано, дела плоти, они известны. Послушайте внимательно. Они суть, прелюбодеяния. Среди нас, может быть, есть прелюбодей. Что сейчас в своем сердце ты говоришь? Это не я, или может быть, не я ли Господи? Может быть, ты давно прелюбодействуешь в своих мыслях и думаешь, что ты не прелюбодеян, у тебя все нормально. Но знаешь, что ты предаешь Христа, ты причиняешь Ему очень серьезную боль. Потому что Христос, мы сегодня слышали, Он плачет, когда видит христиан, которые грешат. Блуд, нечистота, непотребство. Что сейчас есть в твоем сердце? Не я ли Господи? Вот есть ли в моем сердце блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство? Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие они наследуют. Поступающие так, вот в чьей жизни или в чем сердце вот это есть, они причиняют Богу большую боль. Потому что Христос умер и проливал свою кровь для того, чтобы мы были в Царстве Божьем. Правда? А написано, что человек, поступающий так, Царствие Божие не наследует. Он не имеет жизни вечной. Так вот, перечитай сейчас и в своем сердце, мы сейчас будем молиться, задай себе вопрос. Не я ли, Господи, вот этот распри делаю или разногласия? Не я ли, Господи, вот это ссоры постоянные в моем сердце? Или обида, или гнев, или раздражение, гордость? Не я ли, Господи? Потому что пока ты будешь говорить, это не я, пока ты будешь отстранять от себя, ты в таком состоянии останешься, и ты просто не попадешь в Царствие Божие. Мало того, что ты будешь грешить на этой заповеди, ты будешь брать вино и хлеб с состоянием неправильным сердца, но ты еще и в Царствие Божие не попадешь. Господь говорит, что в осуждение себе будешь пить из чаши и есть от хлеба этого. Давайте мы встанем. И вот эти две фразы я хочу, чтобы мы над ними подумали, поразмышляли. Это не я, или не я ли, Господи? Всегда, когда ты слышишь слово, обличение, или же, может быть, проповедь, или ты читаешь Слово Божье, задавай вопрос. Если ты хочешь на самом деле меняться и причинить Богу радость, а не боль, ты должен задаться вопросом, не я ли, Господи? Потому что, думая, что ты праведный, ты можешь оказаться глубоко неправедным человеком. Думая, что ты святой, ты можешь быть далеко не святым человеком. И сейчас у нас будет время, мы будем молиться за хлеб и вино и просить Божьего благословения. Написано в Слове, что Христос взял, благословил вино, чашу с вином и хлеб. И Он сказал, что это есть тело Мое, которое будет ломимо за вас, которое претерпит страшные муки, страдания и мучения. И это есть вино, как прообраз крови моей, нового завета, новой жизни, прощения грехов, очищения от проклятия и зла. Но перед тем, как мы будем молиться, я хочу, чтобы ты обратился к Богу. Распри, разногласия, ссоры, гнев, зависть, лицемерие, прелюбодеяние, блуд, нечистота, нечистые мысли. Вот это все есть неугодное Богу дело. Если есть в твоем сердце, а может быть ты сейчас думаешь, что у тебя все нормально, задай сейчас Господу вопрос. Не я ли, Господи, есть в этих делах плоти? Задай Ему вопрос. Я верю, что сейчас у многих из вас потекут из глаз слезы, потому что Дух Святой покажет тебе на твою нечистоту, на твой порог, на твой изъян, на то, что ты несовершенный перед Богом. Ты, может быть, давно уже думаешь, что ты самоправедный, ты настолько святой, ты сам достиг этой святости. Грош цена всему этому, потому что без крови Христа, без Его силы мы не сможем быть святыми. Дела плоти, они будут всегда как хвост тянуться за нами, если мы не посвятим свою жизнь Господу и не скажем Господь, ты очисть, ты помоги. Закрой глаза и задай вопрос, Господи, не я ли? Есть в моем сердце вот это предательство? Есть ли в моем сердце неисполнение обещания, то, что я тебе обещал? Если есть, кайся от глубины души. Не вздумай прикасаться к чаше Господней, вот с таким халатным отношением, но если сегодня Господь обличает тебя в чем-то, покайся перед тем, как участвовать в этой заповеди. Попроси у Господа прощения, это не шутка, это не игра, это очень серьезные вещи. Многие написано болеют и даже умирают, потому что недостойно приходят пред лицо Господня и недостойно принимают хлеб и вино. Если ты в гордости своей говоришь, это не я Господь, это все не про меня, я хороший, я святой, ты оправдываешь свои поступки греховные. Недавно один человек мне сказал, мы не должны судить никого. Я говорю, конечно не должны, но себя мы должны судить. Он говорит, как это так? А так написано в Слове Божьем. Если ты не будешь осуждать свои греховные помыслы, если ты не будешь осуждать свои делоплоти, которые есть в твоем сердце, то написано в Библии, тогда Бог придет и будет тебя судить. Я не хочу. Я хочу сам осудить себя. Сказать, что это неправильно, я не хочу этого. Господь, я каюсь и прошу прости меня, очисть меня от этого. Но пока ты будешь покрывать, пока ты будешь отстраняться от покаяния, глубокого покаяния, что есть глубокое покаяние? Это значит заглянуть в свое сердце и посмотреть, что есть там сегодня, какая у тебя связь с Богом, насколько сегодня ты честен перед Богом. И открыться перед Ним и сказать, Господь, прости меня, Боже, я не хочу быть таким. Помолись сейчас искренне от души и подготовь свое сердце к исполнению этой заповеди. Господь, потому что сейчас здесь Он смотрит, кто с каким сердцем приходит пред Его лицо, берет чашу, берет хлеб. Обратись к Нему и от всей души помолись Господу. Дорогой Господь Иисус Христос, Ты в Слове Своем сказал, что каждый человек согрешил, каждый человек, он лишен славы Твоей. Каждый человек, он не ищет Твоего, но ищет своего, Господь. И пока мы будем говорить, это не я, и отстраняться от покаяния, и не принимать Твое слово обличения, не будет в нашей жизни перемены, мы будем только страдать, только урон будет приходить в нашу жизнь. Но, Господи, я прошу Тебя, дай сейчас нам спросить Тебя и сказать, Господи, не я ли тот предатель? Боже, может быть, я сегодня занял место Иуды, который предавал Тебя? Господи, я прошу Тебя, дай сейчас каждому понять и осознать, насколько сегодня мы причиняем Тебе боли и страдания своими грехами, беззакониями, мыслями похотливыми, Господи. Вот эти дела плоти, о которых Ты говорил в Слове, что поступающие так в Царстве Твоего не наследуют, Господь. Зависть, ссоры, разногласия Божия, лицемерие, Господь. Если сегодня это в нашем сердце, покажи, Дух Святой, покажи, Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы никто не остался равнодушным. Мы несовершенны, Господь. Мы ошибаемся, мы оступаемся, но Ты сказал, что если оступаешься, приди и признайся, и получишь прощение. Но пока Ты будешь закрываться в этих грехах и пороках, они будут губить душу Твою, разрушать жизнь Твою. Ты будешь грешить против тела моего, Господь говорит. Я прошу Тебя, Иисус, я прошу Тебя, обличи сейчас, обличи, Божий Святый, покажи, что не так. Все нечистоту, Господь. Это предательство, когда грешит брат или сестра, предает Тебя и покрывает какими-то добрыми делами порой. Иисус, я прошу Тебя, не я ли Господи, не я ли Господи. Господь, я не хочу, я не хочу предателем быть, я не хочу причинить Тебе боль, Господь. Может быть, чего-то недопонимаем, может быть, чего-то не видим, может быть, чего-то не осознаем. Дух Святой, Ты самый мудрый, Ты самый лучший. Я прошу Тебя, проговорив сердце каждого, чтобы мы, как церковь, мы, как Твой народ, мы достойно принимали хлеб и вино, прославляя Тебя, Господь Иисус, возвеличивая Тебя в сердцах. Я прошу Тебя, Господь, коснись сегодня сердца каждого Божия. Мы очень нуждаемся в Твоем слове, мы очень нуждаемся в Твоем прикосновении. Господь, я прошу Тебя, благослови, Господь. Благослови это вино, как пробраст Твоей святой крови, пролитая за наши грехи и беззакония. Кровь, которая очищает всякое проклятие и зло. Кровь, которая имеет силу. Кровь, которая дает прощение. Мы благодарим Тебя и славим, Господь, за Твою милость, за то, что Ты умер, страдал и проливал за нас свою кровь, Господь. Спасибо Тебе, Господи. Не дай нам быть в числе предателей, тех людей, которые пренебрегают Твоей благодатью и милостью, Господи. Благослови, освети это вино. И каждого, кто будет принимать, кто будет пить из чаши сей, пусть прославляет Твое святое имя, величает Тебя в своем сердце. Господь, также прошу Тебя, благослови этот хлеб. Это и есть прообраз Твоего тела. Безгрешного, праведного, святого тела. Которое взяли негодные люди, терзали, рвали, избивали. Но Ты все терпел, написано в Слове Твоем. Ты не проронил Слово, Господь. Ты терпел, потому что Ты знал и понимал цену. Что нужно заплатить цену, чтобы миллиарды людей, и мы в том числе сегодня, имели надежду на спасение и жизнь вечную, Господи. Спасибо Тебе, Иисус Христос. Ты как агнец. Ты шел безгласен был. Ты знал, куда Тебя ведут. Ты знал, что будет с Тобой. У Тебя не было ни одного процента надежды, что они Тебя помилуют, потому что Ты знал, что Тебе нужно умереть. Но Ты шел до конца, Господь, потому что Ты великой любовью возлюбил всех нас. Господи, благослови, благослови этот хлеб. И каждого, кто будет вкушать, во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, Иисус Христос. И мы просим Тебя, благослови это время, чтобы особенное прикосновение пережил каждый, Господи. Чтобы мы это делали не просто по привычке, но чтобы, Господи, мы делали это от души, прославляя Тебя, вспоминая то, что Ты сделал ради нас, Господь. Будь прославлен и будь превознесен. Великий всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. В хлебопреломлении могут участвовать люди, которые заключили завет с Господом через полное погружение, то есть приняли крещение водное, являются членами церкви. Не на отлучении и не на замечании. Люди, которые в мире с Богом, если ты чувствуешь, что ты в мире с Богом, то ты можешь участвовать в этой заповеди. Те, кто являются на замечании, не на отлучении или еще не заключили завет с Господом через водное крещение, вы, пожалуйста, присядьте, чтобы братья могли видеть, кому давать хлеб и вино. Присядьте, но не просто сидите, а думайте о том, почему вы сидите, а не стоите. Почему вы сейчас не участвуете в этой заповеди? Задумайтесь, размышляйте над своей жизнью. И пусть Господь благословит. Тебя распяли, мой Господь, А ты с Креста благословлял, Тебя кулили и кляли, А ты им, Боже, все прощал, Они с тобою на кресте Свои надежды хорнили От царствия славы на земле О небесах же позабыли Им нужно было все и здесь Им нужен был земной правитель Они не поняли тебя И не признали искупитель Стекала струйкой кровь из ра Собою землю орошая И содрадались небеса За ходом действий наблюдая Он не сошел с креста Распятый царь своим твореньем Он не сошел с креста Он принял смерть без сожаления Он не сошел с креста И в муках боль превозмогая Он взывал Прости, как я прощаю Слеза упала на ладони Пронзенную руками грешных Кто не поплакала о нем Рыдая тихо, безутешно Отвергнут брошенных забы Столпа ушла Не понимая, что в этот миг Там на кресте Твои страдания Их спасали Он не сошел с креста Он не сошел с креста Распятый царь своим твореньем Он не сошел с креста Он принял смерть без сожаления Он не сошел с креста И в муках боль превозмогая Он взывал Прости, как я прощаю Прости Воскрес из мертвых победил Ценою жизни смерть дешала С отцом собою Примирил Он нас И пропасти не стало Он на себе замкнул войну Добра и слава Веки сущих И победил О, мой Господь Ты царь царей Бог всемогущий Он не сошел с креста Распятый царь Он не сошел с креста Он не сошел с креста Он не сошел с креста Прости Так я прощаю Он не сошел Слава Господу Никого не обошли Здесь всем Всем дали вино Хлеб Да, мы немножко подождем Очень важно Чтобы Вот это состояние Благоговейное Как сейчас Вот мы имеем В этом собрании В этом служении Чтоб оно на протяжении Всего месяца Оно было в нашем сердце В нашей жизни Потому что как часто Суета Какие-то Трудности Сложности Настолько заглушают Вот эти наши Отношения с Богом Этого не должно быть Мы должны бодрствовать И трезвиться Мы должны молиться Каждый день Мы должны думать Всегда о страдании Христа Всегда должны думать О том, что Мы куплены Дорогою ценой Мы должны всегда Вот этот вопрос Еще раз Я сегодня прям получил От Господа Это не я Или не я Или Господи Вот это мы должны Четко понять Что пока ты Уворачиваешься От Слова Божьего Чтоб оно не попало В твое сердце Не будет перемен Но если ты широко Откроешь свое сердце Перед Господом И скажешь Господь Засей меня Своим словом Засей Обличением Наставлением Утешением Вот все Что у тебя есть Господь Посылай в мое сердце Все от тебя Приму Не только Хорошее Но и неприятное Все Господь Приму Вот этого Жизнь человека Будет меняться Очень сильно Этот человек Будет в благословении В большом благословении Слава Господу Мы будем молиться Сейчас Благодарить Господа За Его милость За то, что Он сегодня дал нам Возможность Вспомнить И Отдалиться От всей этой суеты И совершить Божью заповедь Это заповедь Господня Если ты говоришь Я не буду участвовать В хлебопреломлении Ты нарушаешь Божью заповедь Потому что Господь сказал Все творите Доколе Я приду То есть Это заповедь Для всех христиан Для церкви Божьей Для всех верующих Людей Совершать хлебопреломление Принимать хлеб Вино Как символы Как прообразы Тела Господня И крови Господней Все поучаствовали В хлебопреломлении Никого не обошли Подними руку Если может быть Мимо тебя прошли Все Будем благодарны Господу Будем благодарны Богу Дорогой наш Господь Иисус Христос Мы прославляем Твое святое имя Мы благодарим Тебя За это чудное время Господь Которое Ты дал нам И когда Ты заповедовал Чтобы верующие люди Они собирались И совершали эту заповедь Это таинство Вечеря Твоя Господь Ты уже тогда Предвидел Что человеческому сердцу Свойственно забывать То, что сделал Ты для них И Ты дал заповедь Чтобы мы собирались И никогда не пренебрегали Этой заповедью Потому что это будоражит Это дает воспоминания Это переворачивает Что-то внутри нас Не дает нам Закостенеть В своей суете В суете И В каких-то беззакониях Порой Это не дает нам Остановиться Господи В отношениях с Тобой Но это дает нам Возможность Господь Пересматривать Свою жизнь Свои отношения С Тобой Господи Благодарю Тебя И славлю За эту чудную заповедь За это благословенное время Прошу Тебя Благословить церковь Твою Я прошу От всего сердца Господь Небесные благословения Научи, наставь И пусть Твое водительство Будет явно В нашей жизни Тебе слава Тебе честь и хвала Великому Богу Отцу и Сыну И Святому Духу Аминь Слава Господу Присядьте еще На несколько минут Будет объявление Братья и сестры Слово хочу дать Главный редактор газеты Московка Никита Давыдов Дорогие мои братья и сестры Приветствую вас Любовью Христа Хочу выразить благодарность Тому кто Участвует в этом служении Кто распространяет газету Московка Кто финансово поддерживает Это великое благословение Для всех живущих на Московке Смотря на то Как газета распространяется Приходит такое уныние Потому что Ну не так как бы хотелось Распространяется Но я надеюсь на Бога Братья и сестры Надеюсь на вас Что мы все вместе Будем служить Будем распространять газету Осталось совсем немного газет Две тысячи экземпляров И это количество Нам нужно распространить За небольшое время Максимально короткое время Потому что в ноябре Уже будет следующий выпуск Рождественский выпуск газеты И таким образом Мы сможем пригласить Всех живущих на Московке На наши рождественские праздники И понимаю Что это требует Каких-то определенных Финансовых вложений Может быть Времени Труда Но это стоит того Братья и сестры Если мы хотим Чтобы было пробуждение На Московке На старой Новой В том месте Где мы живем То давайте служить Давайте распространять газету Если мы хотим Чтобы слово Божье Достигло сердец Давайте активнее Брать газеты Распространять Молиться Пробуждение Пусть вас Бог Благословит Братья и сестры Напоминаю Мероприятие Которое проходит Служение Которое проходит Церкви Неемия Понедельник Молитвенное служение Здесь В доме молитвы 18.00 Давайте будем поддерживать Друг друга Молиться Друг за друга Стоять в проломе Друг за друга Каждый понедельник Здесь Молитвенное служение 18.00 По вторникам Также здесь В доме молитвы 18.30 Школа Христа Для тех Кто хочет Больше Глубже Познавать Писание Познавать Как верить Как жить В соответствии С верой нашей Каждый вторник Здесь Школа Христа 18.30 Также проходит Кто не может посетить По каким-то причинам Также Можно посмотреть Онлайн 18.30 Каждый вторник Приглашаем вас На домашние группы Сейчас очень интересные Темы о жизни И служении Апостола Павла Идут на домашних Группах Проходят Домашние группы Здесь на Старой На Новом Московке Около Восьми Около десяти Адресов Где проходят Домашние группы Десяти домашних Групп Адреса И Телефоны Те кто проводит Можете здесь Посмотреть при выходе И внизу на стенде В четверг Общее богослужение 18.30